привет уважаемые зрители вы меня уже наверняка знаете кто не знает узнает знакомьтесь значит снова с вами я на этот раз буду из своего ружья ТОС-Б отстреливать пулю пинцовую со стабилизатором которая называется удар эта пуля значит чем-то похожа на пулю бренеке у нее не такая острая головная часть значит почти без наклона центрирующие ребра продольные которые идут вот и внутри имеется полость от этой полости в центре проходит стержень на которой же цепляется хвостовик в общем как это так кому интересно попробуйте погуглить хотя об этой пуле найти очень можно не очень много информации вот и сегодня я ее отстреляю специально снимая ролик для канала кинотеатра охотника вот есть еще также сайт кинотеатра охотника и рыболова и вы можете очень сильно нам помочь если будете заходить на сайт регистрироваться вот там можно пообщаться на форуме посмотреть очень много всяких фильмов профессионально снятых вот но об этом вы узнаете на сайте а мы начать будем стрелять и первый выстрел из волатно-свердловского цилиндра делаем на дистанции 25 метров стрелять в виде фрук так приблизу мишень идем посмотрим значит подошли мы к мишени первый выстрел вот у нас куля попала вот сюда вот в центр так пришла она ровно положено на головной части пробила наспас этот щит из доски там двухдюймовки вот и вышла где-то там вот значит пойдем сейчас отстреляем второй раз попробую немножко скорректировать прицел чтобы не уходил уже так вниз и справа вот хотя отзывы по этой пуля были очень хорошие ну возможно еще дело из какого ружья ее пристрелять вот но в целом то что я читал отзывы неплохие на дистанции как 25 так и 50 метров пуля летела говорят кучненько я была достаточно останавливающим действием но мы возвращаемся на дистанцию еще один выстрел на дистанции 25 метров будем считать его как бы предстрелочным первую возможную зерну а потом мы зайдем немножко дальше нужно это проверить просто люди говорят а кстати снаряжал эту пулю я порохом патрон снаряжал порохом филлер а масса 1,6 грамма вот и поскольку там уже оператор шел вернее ну да сам стабилизатор уже шел выкрепленным пузом оператором вот в принципе можно было никаких пужей не добавлять но при таком если ничего не добавлять то у нас получается над пулей слишком большое ну слишком много гильзы остается то есть закатывать ее очень неудобно и нормально закатать может быть даже и не получится поэтому я делал как на порох клал толстую покладку картонную засыпал до необходимого высоты опилками трамбовалось и уже сверху ставил пул и получалось нормально можно закручивать под машинку так ну а у нас второй вышел попробую сцепить колено так было бы неприятно пойдем посмотрим так смотрим результаты вот у нас вторая пулька вошла видите возможно при прицеливании нужно немножечко приподнимать мушку вот но в плане кучности посмотрите шоу сейчас сравним вот гильза вот посмотрите гильза стандартная рамка 75 миллиметров вот полностью перекрывает от центра до центра 50 миллиметров в принципе неплохая кучность и тут еще один момент собака подняла контейнеры да тут валялись эти там не контейнеры стабилизаторы вот они прошли насквозь видимо вместе с пулями и уже здесь в конце отпали ну пока я с вами разговаривал собачка порылась либо он их забрал пожевал вот либо закопал так а вот и пуля вот это да вот эта пуля еще теплая значит обратите внимание вот так вот ее сплющила так это вверх это носовая часть вот задняя часть смотрите вот эта полость о которой я говорил и вот у нее тостит холстовичок вот такая деформация пулька еще тепленькая так но мы пойдем пожалуй стреляем теперь с дистанции 50 метров посмотрим как эта пуля полетит туда придет так 55 метров у меня за контролизированные портчики вот поскольку мигит попробую сейчас приподнять открыть немножко прикольную планку вернем надо сказать мушка сейчас полностью перекрывает вот так а а а и и а и и а и и и и В четвертый раз я стрельну, ну вот. О, отсечка, интересно. Так, значит, на дистанции 50 метров пуля есть. Вот эта, наверное, одна у нас вошла, вот эта вот снежиночка, а вот эта у нас вторая пуля. Ну, то есть, соответственно, третий и четвертый выстрел. Вот. Значит, разлет, как вы видите, уже значительно больше. Уже около 15 сантиметров между собой они разлетелись. И сильно уходят вниз. Вот. Ну, то, что она ушла вправо, это я сдернул сам, я могу это сказать с уверенностью немножечко. Вот. А так вниз уходят, хотя я приподнимал мушку, то я открывал прицельную планку, целился вот аж вверх мишени. Хотя я говорю, что мушка закрывает полно. Они вот ушли сюда вниз. Вот. Значит, выводы какие? Выводы. На 25 метров, в принципе, пуля годная. При большом желании вы можете попробовать ее снарядить сами под себя. Я бы, например, для 16-го калибра немножко навеску пороха уменьшил. Шел, допустим, не 1.6, а 1.58, 1.59, например, поставил. Потому что выстрелы такие не очень комфортные по сравнению с тем, что я заряжал 1.58. Так чувствуется так. Ну, в принципе, можно потерпеть там, смотрите сами. Но попрактиковаться стоит. Я думаю, что пристреляв штук 10 патронов, вот этой пулей можно нормально ее класть в мишень. Вот. И, видите, закрывать пачкой сигарет 2-3 попадания. Нормально. Так. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам удачи. Еще раз напоминаю. Заходите на сайт кинотеатра Охотника и Рыболова. Регистрируйтесь, общайтесь там на форуме. Если вы хотите помочь этому проекту и хотите, чтобы вы и дальше выходили. Видео со стрелами, с обзорами. Всего вам хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok